Светлые гости на Светлом Радио Сегодня я посетил ваш персональный сайт, рассказывающий о вашем служении. Он называется «Радиовид». Что это значит? Что вы подразумеваете под этой аббревиатурой? Говорит только не с таким людям одновременно. А если я хотел популяризировать и сделать это больше, то такая мечта была. Сделали радио в больницах. Хотел, мечтал бы ФМ. Когда-то давно была станция. Но не получилось. И оно просто перешло в то, что провели радиосеть по палатам в больницах в Уэрской центральной больнице. С разрешения главврача. Буквально за 5 минут он это разрешение дал. И мы провели в течение двух недель это радио. И оно работает по сей день. Мы за него ничего не платим. Ни аренды, ничего. Работать круглосуточно. Ставим, что хотим. Вещаем свой МП-3. Также ретранслируем Эммануил. Других станций нет. Иногда промень, чтобы новости люди знали. В принципе, все в наших руках. Что хотим, то и делаем. Бог позволяет. А как впервые у вас возникла эта идея? Если я правильно понимаю, именно вы были инициатором трансляции радио в больницах Боярки. Идея. Вот именно в больницах. Мой друг, он Бояркой поранил ногу и лежал в больнице. И у него были сильные боли и обезболивающие не помогало. И он слушал, плеер еще на кассетах. Слушал, и ему стало легче. Он свидетельствовал другим. Там были боксеры какие-то лежали, там переломанные. И давал им слушать, и им стало легче. И вот тогда увидел, что как бы, ну, кассета, это один человек слушает. И это очень громоздко и неудобно. Всех не обеспечишь. И так оно вылилось. Мысль пришла провести радиоточки. Вот. И по палатам один учитель стоит, MP3 плеер. И так оно вот. Просто плееры поменяли. И вот один буквально работает уже там Panasonic плеер. МП3 уже, ну, 6 лет. Без проблем. Я так вижу, как я понял, что Бог вам сразу открыл для этого двери. То есть, при первом же посещении главного врача вы получили разрешение. За 5 минут. Я с ним поговорил, он сказал такие слова. Хоть я не верующий, но что ты такой настойчивый, пожалуйста, делай. Вот где ты найдешь место, где ты поставишь свою аппаратуру, ну, там, пойдешь, посоветуемся, заберешь. Я пришел, сказал, я хочу, он сказал, нет проблем, не выходи туда через черный ход, потому что там козырек может упасть на голову. Сразу предупредил. И все. Вот так. В последний день был еще такой случай, что когда главврач пошел на повышение, стал другой. И некоторые, ну, там, врачи, которые не очень расположены к этому радио, ну, люди разные бывают, они там чуть ли не торжествовали, говорят, вот тебя теперь выгонят отсюда. Я говорю, ну, пошел знакомиться главврачу другому. Пошел, поговорил, буквально 5 минут, нет проблем, все, слава Богу, мы поддерживаем это, это. Я наблюдал за реакцией больных. Большинство людей очень позитивно реагируют на музыку. Говорят, что готовы слушать днем и ночью. Им нравится та подборка музыки, которую вы там транслируете. Ну, чисто есть, когда нет времени, просто новых накачал с интернета, и так вот, прослушал несколько песен и залил туда, и оно крутится, а некоторые песни сам не слышал. Вот, проповеди тоже ставлю, какие нравятся, потому что за это надо будет отвечать перед Богом, что ты продаешь, чем ты людей кормишь, вот это мне очень волнует. И сколько лет это уже работает? Это уже седьмой год работает. Ну, бывает там, что некогда пойти диск перевернуть, то работа, то устал. Ну, а сейчас вот реально, как бы, обслуживаю сам. То есть диск, это максимум 80 минут? Нет, MP3. Ага. CD MP3. Ну, один раз в день все же нужно там бывать. Да, ну, если он двое-трое покрутится, он уже там пока в промежутках стоят реле времени, и включается ваша радиостанция, сейчас на данный момент 100% можно проверить. Это сложная система. У меня всегда были проблемы с инженерной мыслью. Но я хотел бы расспросить, каким образом это работает после музыкальной паузы. А нашим радиослушателям хочу напомнить. Наши телефоны. 280-03-05-280-26-25. С нами Владимир Грицанюк. Светлые гости на Светлом Радио. Ты говоришь, что этот мир устал от боли. Ты говоришь, что нету в нем для нас врача. А может, это мы, лишь мы с тобой в нем разучились прощать. Когда в последний раз смотрели мы на звезды, Давно уже живем по стрелкам на часах. А может быть, давай друг другу просто Опять посмотрим в глаза. Мы дети одной любви. И нет любви иной. Мы дети одной мечты. Огромный, не земной. Мы дети одной страны. Нам не найти другой. Мы звуки одной струны. Ты говоришь, что в этом мире все так сложно. Гораздо проще ненавидеть, чем любить. А если божий сын однажды тоже Вдруг, вдруг не сумел нас простить. Мы дети одной любви. И нет любви иной. Мы дети одной мечты. Огромный, не земной. Мы дети одной страны. Нам не найти другой. Мы звуки одной струны. Не были. Ки-е-е. Светится звездами, Пусть яркий свет небес Увидит этот миг. Мы дети одной любви, И нет любви иной. Мы дети одной мечты, Огромные земной. Мы дети одной страны, Нам не найти другой, Пусть звуки одной струны. Чёрные и белые, Богатые и бедные, Мы все такие разные, Всё равно прекрасные. Жёлтые и красные, Слабые и сильные, Мы все такие разные, Всё равно красивые. Чёрные и белые, Богатые и бедные, Мы все такие разные, Всё равно красивые. Чёрные и белые, Мы все такие разные, Всё равно красивые. Чёрные и белые. Чёрные и белые. Чёрные и белые. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлые гости на Светлом радио Но все же я бы хотел, чтобы вы сейчас просто в прямом эфире устроили такой вот ликбез и рассказали, какие вещи необходимы человеку, который хочет. Вот у него в сердце есть желание начать какую-то работу, которая связана с радио. Что для этого нужно технически? Скажу вам, что не нужно уже идти тем путем, которым шел я. Я сразу предложу то, что можно сделать. Поставьте спутниковую тарелку и поймайте русское радио «Новая жизнь». Это Москва. Просто ретранслировать уже существующие? Да, ретранслировать существующие каналы «Эммануил». И тогда не будет этих проблем. Можно я перейду на русский? Я по-русски можно? Конечно. Не будет этих помех. Просто вам будет... Настройте раз спутниковую, и у вас будут две христианские там станции. Их будет через лем. Покажу, как это можно делать по времени. Он будет переключаться, в какое время сами настроите. И в то же время, когда вы сами захотите прийти и проповедовать, там микрофон вставляете, радио тише делаете, МП-3 подключаете, и ваши слушатели будут слушать то, что вы им скажете. Ну, мое такое предупреждение небольшое. Будьте готовы отвечать за то, что вы несете людям по полной программе. То, что мне нравится, я все равно, так или иначе, несу своим друзьям на диске или на другом носителе. И предлагаю, послушай эту радиопередачу, либо посмотри этот телеканал, так что уже несу ответственность. Но когда сердце чем-то горит, то я думаю, что это именно тот, кто делает добро внутри нас. Владимир, вы упомянули о своей жене. Если уже сказали А, то говорите и Б. Расскажите о своей семье. Я думаю, что нашим слушателям интересно, кто же сегодня с нами. У меня жена Оксана, я ее очень люблю. Мы так познакомились, как бы, не в церкви. Но она верующая, очень... Мне нравятся люди честные, понимаете. Мне нравятся люди, что имеют, то и говорят. И вот насколько у нас сейчас такое христианство, которое, как мы много говорим, мы хотим быть кем-то, мы об этом заявляем, но на самом деле мы такими не являемся. А когда мы говорим о тем, кем мы есть, тогда Бог силе нас поднять и больше дать. Вот у меня жена, я очень люблю, вот, Оксана, на 7 лет у меня младше, тоже приятно. Трое детей, вот, все в этом году уже в школу пойдут. У вас тут троня, вы говорите, пойдут? Нет, двое ходят, а третье пойдет еще в школу, все школьники. Да, это немножко тяжеловато было, сейчас легче стало. Владимир, вы сказали, что транслируете радио «Эммануил» и «Московскую станцию». Нет, я планирую только делать. Я «Эммануил» транслирую, потому что по эфиру, а спутников еще не установил. Вот у меня лежат уже купленные эти тарелки лежат, уже железо лежит, провода лежат, тюнеры лежат. И как надо выделить время, чтобы поехать до этого все установить. Насколько, на ваш взгляд, радио «Эммануил», я не знаю, как правильно сказать, соответствует формату больниц? Чего бы вы могли пожелать? Или же за что вы особенно благодарны? Что, на ваш взгляд, наиболее приемлемое для вас в нашем эфире? Наиболее приемлемым является то, что с вами можно связаться. По-русски, позвонить вам, контакты, какие-то вопросы уточнить. Вы не где-то там, вы рядом, вы Киев, и можно как-то непонятные вопросы решить лично опять. Опять же, непринятно в том, что формат не подходит для больных людей, которые умирают, которым очень плохо. После аварии, представьте, вы лежите на койке, вас там, вас переехали, у вас что-то там оторвано или зашито. И вы служите «Аллилуйя», «Аминь, Аллилуйя», вот такие, которые вы не можете уловить смысл. У нас формат, в основном, это такой бардовский шансон, авторские песни, спокойные. Есть рэп, есть, конечно, и у нас и рок, разные, но главное содержание, чтобы было наполнено содержанием. И цель – проповедовать Евангелие. Я не проповедую себя или служение, не проповедую там, привет, церкви, абсолютно. Я проповедую то, что есть жизнь вечная, есть суд. И постараюсь, чтобы эти песни об этом говорили, чтобы проповедовалась Евангелие в песнях. Не просто прославлялась Бога, а проповедовалась Евангелие. Светлые гости на Светлом радио. Наше время на исходе, но мы имеем несколько минут, и я хотел бы, чтобы вы что-то посоветовали. Но, скажем так, в общем, пожелайте что-то всем тем, кто нас сейчас слушает. Вы сейчас имеете возможность сказать то, что хотите, чего, возможно, вы еще не сказали. Я вам хочу сказать, чтобы вы нашли отношения с Богом и угодили Богу тем делом, которое Бог вам скажет. Чтобы вы получили от Бога откровение в своей жизни. И не смотрели на кто как служит, одни так, другие так. Но чтобы вы лично, потом, когда встретитесь с Ним, чтобы Он был вам доволен, и вы довольны. Потому что вас наполнит и насытит не чужая работа, а то призвание, которое Бог вам поручил исполнить. Не больше, не меньше. Вы будете от этого счастливы. Если вы займетесь красивое дело, даже радио, но оно как бы не ваше, то еще такое пожелание, есть 5 секунд. Я поддерживаю телестанции СНЛ, потом Лайв ТВ, Тибен, финансами. Не все финансы я укладываю в свое радио, потому что это глупо. Раз. Во-вторых, оно как бы, когда запустил, мало требует финансового особого. Там интернет, скачать новые песни, как бы пиратство, но не знаю, грех не грех. Это мои отношения с Богом и отношения с теми людьми, которые пишут запреты. Так я посоветовал поддерживать тех, которые реально служат. Это опять же, еще раз повторюсь, СНЛ, Тибен, Лайв ТВ, есть улыбка ребенка. Вот, еще что-то забыл, вроде не забыл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова